В России с новой силой разгорается противостояние охотников и зоозащитников. На этот раз борьба дошла до краснокнижных животных. Депутат Владислав Резник предложил отстреливать амурских тигров и снежных барсов в обмен на финансовую поддержку по их сохранению. Инициатор идеи трофейной охоты на исчезающие виды теперь, правда, сам куда-то исчез. Зато его предложение нашло жаркий отклик у сторонников и противников. Их доводы выслушал Валентин Трушнин. Отстреливать краснокнижных животных, чтобы спасти их, это, пожалуй, одна из самых спорных инициатив, рождённых за последнее время в недрах Госдумы. Её автор, член Президиума Клуба горных охотников, а по совместительству депутат Владислав Резник, к сожалению, недоступен для комментариев. На рабочем месте даже в день пленарного заседания застать его не удалось. Может, на охоте? Его нет. А когда будет? Нет у нас на охоте. Депутат Резник направил в Минприроды письмо с предложением разрешить элитную трофейную охоту на редких животных. Сейчас за это можно сесть на срок от трёх до семи лет, а на вырученные деньги спасать популяцию. Первыми тревогу забили зоозащитники. Краснокнижные животные — это достояние России, это гордость России. И любые попытки понизить охранный статус сегодня в 21 веке, ну это какое-то варварство, кощунство, это ненормально, этого не должно быть. Предчувствуя скандал, коллеги Резника по фракции пытаются успокоить общественность. Вот эта вот формула «давайте разрешим охоту, чтобы их половче как-то сохранять», она, в общем-то, мне честно говоря, ну прям вот покоробила. Такой глупости и более того, абсолютно вредные инициативы допускать ни в коем случае нельзя. Сторонники Резника, а их в России немало, ссылаются на международный опыт. Почти везде, где разведение редких животных для охоты стало прибыльным бизнесом, их популяция растёт. В Африке, например, на деньги от трофейной охоты содержатся отряды рейнджеров, которые охраняют саванны от браконьеров. В США и Европе животных отстреливают на порядок больше, чем в России. Но дичи в охотничьих угодьях не становится меньше. Это самое важное, что нужно обществу донести о культуре охоты, которая является именно тем инструментом, который сохраняет животный мир. Звучит парадоксально, но охотничья инфраструктура действительно в некоторых случаях помогает животным выживать. Вместе с директором Бронницкого охотничьего хозяйства Иваном Андряковым обижаем угодья. Эту поляну, например, каждую весну распахивают, высаживают многолетние травы и горох. Сейчас насыпают здесь зерно, повсюду кормушки. Маленький поросёнок туда пролазит, ест, а большой уже не может туда пролезть. Они выдают лицензии на 10% своего поголовья, спасая остальные 90% от холода, хищников и браконьеров. Но директор охотничьего хозяйства против отстрела животных из Красной книги. Честно говоря, не знаю. Открыть краснокнижные виды, чтобы их стреляли, мне кажется, финансирование и так достаточно. То есть всё-таки думаете, это продиктовано больше желанием поохотиться на редких животных или заботой о них? Нет, я думаю, это чисто поохотиться на животных таких редких. Сейчас легально поохотиться на экзотических животных можно лишь за пределами России. Недавно в Екатеринбурге состоялся первый форум трофейных охотников, который тут же вызвал протесты зоозащитников. Экспозиция действительно непривычная. Головы бегемотов, зебр и даже обезьян. Все эти животные были добыты в рамках закона, по лицензии. Подразумевается, что трофейная охота — это когда отстреливают самца, реже самку, которые уже вышли из репродуктивного возраста. Проще говоря, состарились. Такие пенсионеры животного мира. И не совсем понятно, в чём здесь азарт. Стрелять в зверя, который уже еле движется, плохо слышит и видит. Вот только где гарантия, что у нас все эти правила будут соблюдаться, если при полном запрете охоты на краснокнижных животных высокопоставленные браконьеры расстреливают целые стада алтайских архаров с вертолётов. Если прямо сейчас можно в интернете купить охотничий тур на кавказского тура, занесённого в Красную книгу, то что будет, когда запресс снимут хотя бы частично? Валентин Трушнин, Кристина Соколовская, Фёдор Болдырев. Известия. Специально для РЕН-ТВ.